Война в Иране и осложнение в Армении и Азербайджане. Видимо, Дональд Трамп решил изменить геополитическую ситуацию в мире и установить политическую и экономическую гегемонию США на всем мировом пространстве. Именно с приходом к власти Белого дома в США, Трамп начал не только всемирную санкционную политику против мирового сообщества, а теперь и тотальную военно-политическую. Решив, видимо, подмять под себя всех строптивых, как мы знаем, все началось после того, когда Россия фактически аннексировала украинские Крымы ввела ползучую захват востока Украины, которая фактически управляется марионеточным и сепаратным режимом подконтрольного только Кремлю. Этим фактически привязала Украину к себе, надеясь держать ее на коротком поводке. Такие же зоны конфликта есть в Молдове и у Грузии. У которых оккупированы фактически два региона. Такой же регион есть и у Азербайджана, которую этот регион Карабаха оккупировала Армения не без помощи Ельцинской России. Но тогда Россия поплатилась тем, что Запад, во главе США фактически развалили СССР, а сейчас, видимо, идет реализация развала Российской Федерации опять со стороны США и всего западного ее сегмента. Которые приняли против России и ее экономики жесточайшие санкционные меры. Такие же меры в данное время эти санкционные меры США активно применяют и против Ирана. Которые после Исламской революции в 1979 году фактически ведут открытую борьбу против диктата США. А после того, как в Белый дом переехал Дональд Трамп, политика США против Ирана достигла самой взрывоопасной точки. Как мы знаем, в последний год правления Барака Обамы, США и страны Западной Европы подписали с Ираном договор, совместного всеобъемлющего плана действия СВПД по иранской программе ядерного действия. Но которая после прихода Трампа была аннулирована в одностороннем порядке со стороны США. И в данное время мир опять на грани большой войны и катастрофы в экономическом отношении. И американцы стягивают огромные военные силы к границам Ирана. И как мы знаем, на подходе к иранским берегам американские авианосицы множество других кораблей. Кроме того, в арабские страны залива переброшены множество бомбардировщиков В-52, а также противоракетные установки Патриот. А по некоторым сведениям из Пентагона, США собираются отправить в зону действия до 120 тысяч военнослужащих США. Но конечно же ударной силой американцев является их авиация, баллистические ракеты и системы ПРА. И в случае начала боевых действий, скорее всего, американцы постараются уничтожить всю систему противовоздушной обороны Ирана. А также все объекты ядерной промышленности и заводы по выпуску баллистических ракет. А Иран фактически вышел из этой программы СВПД и усиленно работает над ядерным оружием. Чего ни в коем не желает допустить США и ее стратегический союзник на Ближнем Востоке Израиль. Которому еще со времен правления Ахмед Ниджада, Иран грозился стереть с лица земли. Видимо эта угроза принята всерьез и поэтому этот тандем США и Израиль решили уничтожить всю ядерную и ракетную промышленность в Иране. Конечно же Иран и ее вооруженные силы достаточно сильные. И она не чита в этом Ливии, Сирии и Ирака. По которой США и Западная коалиция фактически прошла пешком. Иран имеет сильную и боеспособную армию и способна нанести большой урон американской армии. Но как говорил великий английский политику Эстон Черчиль, у англичан нету друзей, а есть вечные интересы. А интересы англичан и американцев завязаны в настоящее время на энергетических запасах. Которые в основном сосредоточены в основном на Ближнем Востоке и в мусульманском мире. И не кривя душой скажем честно, что США и всех западных компаний в первую очередь интересует эта энергия и ее полная монопол. И я над ней. И им не нужны и не выгодны такие страны как Иран, которые имеют свою национальную монополию. Вот поэтому Саддам Хусейн и Каддафи за это и поплатились. Видимо теперь очередь дошла и до Ирана. Но Иран не та страна, которую можно будет просто так устранить и владеть ее энергоресурсами. Но скорее всего после возможного уничтожения ядерной и ракетной промышленности в Иране. США постараются ввести дестабилизацию и привести к власти к себе лояльное правительство. Тем самым подходя к России с южных рубежей. Как мы знаем США проиграла фактически в Сирии российско-иранской коалиции. Но видимо постарается отыграться на иранском треке. Видимо поэтому госсекретарь США Майк Помпея на днях посетил в Сочи Россию. Где встретился с Путиным и Лавровым. Видимо они разграничили свое поле интересов. Ведь Россия ни в коем случае не выгодна ни в интересах поражения и ослабления Ирана. Которая может стать впоследствии с проамериканским и антироссийским правительством. Но самым близким зоной влиянием для России является Южный Кавказ. В случае войны может дестабилизироваться обстановка не только на Южном Кавказе, но и перекинуться на юг России. Хотя Грузия не имеет границы с Ираном, но потоки беженцев могут коснуться и ее. Армения в случае военных действий также сильно пострадает. Так как потоки беженцев наполнят не только Армению, но также оккупированные земли Карабаха. Кроме того Армения потеряет поставки газа и возможно закрытие границы торговлю. А это еще более усугубит и так удручающие положения Армении. Но самое большее пострадает конечно же Азербайджан. Так как почти весь северный Иран состоит из наших соотечественников из южных азербайджанцев. Которые по некоторым данным составляют до 30 миллионов населения Ирана. А это почти 40% жителей Ирана. Да и во время Ирана и Иракской войны, именно большую часть шехидов составили именно иранские азербайджанцы. Так что нам это противостояние и не дай бог эта война не нужна ни в коем случае. И мы надеемся, что все это противостояние закончится мирным способом без глобального потрясения. Где потеряют все, кроме всемирного санкциониста и жандарма в лице США и его лидера Дональда Трампа. Который видимо решил в мире установить одно полярный мир. Но забывая, что есть еще ядерная Россия с ее характером. А медведя дразнить не надо. Да и к тому же на мировой площадке появилась еще одна супердержава в лице Китая. Которая по экономическим показателям достигла уровня США. И которая своими экономическими щупальцами прибирает к своим рукам мировую экономику. Так что будем ждать и надеяться на удачную развязку в этом противостоянии. И в первую очередь мы, азербайджанцы как севера, так и юга. Автор Габель Мирзоев. Интересные вопросы.